всем привет вот вынес я мусор ну и сейчас снова сходим с вами в магазин людей немного в принципе магазин ходить после обеда самое наверное удачное время для этого всего с вами видим струится почти ездят машины идут люди ног мало совершенно мало хотя стройки уже открыли с этой неделе уже строительный сектор и некоторые другие уже запущено уже работа у них ведется целом идет уже пятая неделя карантина и сегодня опять уже более 5000 новых случаев за сутки то есть это достаточно много вот максимум было 9 чем-то тысяч по моему сейчас 5 было и меньше было и 3800 вот таким образом поэтому честно говоря не знаю как будут поступать дальше то есть теоретически конечно надо это или как-то выходить из этой ситуации потому как сиденье годами естественно никто не сможет условно говоря ждать пока не останется переболевших или каким-то каким-то другим образом то есть может почуть выпускать еще как-то то есть вот у нас в городке например по крайней мере что я смотрел когда последний раз было там 10 вообще заразившихся за все время соответственно то есть как по мне может быть начать с таких опускать в таких городах немного прервался я полицейский как раз шел напротив откровенно его не снимать машина то машина там позади стоит вон гладиации но вот видите цветы вот ну в общем у нас крупных городах вроде бы опрашивают регулярно где что откуда и куда вот у нас же городок небольшой соответственно в общем то никто не нарушает это я вот даже видите выхожу в такое время когда людей меньше сиеста в общем то после обеденное поэтому а так иногда очереди в магазины то есть каждый на расстоянии метра полутора находится друг от друга один из магазина кто-то выходит кто-то соответственно следующий заходит вот но я думаю роликов насчет этого много всего прочего в общем то основное что вот хотел сказать конечно все уже подустали подустали ждут выхода вот ждут выхода уже окончательного хотя бы понемногу насколько я слышал в начале хотят выпускать по чуть с детьми ходить но тоже не у места массовых скоплений но хотя бы просто потом уже какие-то дополнительные моменты будут послабление откроются магазины одежды допустим там еще каких-то моментов но потом уже все остальное кафе и прочего смотрите чайки тут оккупировали спортивную площадку ну да уже по моему говорил как то что животные пошли забредать в разные города тоже роликов хватает на этот счет там то кабаны в барселоне то волки в галисии у нас медведь во студии где-то отправился тоже в общем в общем так в общем то по-прежнему по-прежнему сидим дома пошел я дальше вот уже как все зелено горы я вот вышел с магазина как раз в перчатках таких там их надеваешь спиртуешь и у них набирают все это дело продукты вот ну или что есть в этом магазине соответственно потом выходишь можно снять уже тепло очень даже я даже куртку в общем то одеваю просто как большая верхняя одежда вот тоже видите горы в ту сторону идут поэтому погода теплая людей сильно много нет покупки я свои сделал помню что одна дочь что вторая дни рождения празднуют в карантине во время карантина вот по школьным заданиям вопросы которые вы задаете значит по поводу школьных заданий вот пойду этим длинным путем но младшая до 6 лет фактически там высылает иногда в общем то что то такое но больше развлекательного плана вот старшая его тоже всем исполнилось за время этого карантина соответственно она в первом классе там высылают каждый день за задание и скажу я вам что конечно конечно лучше дети в школе их учили нежели еще с ними у меня жена занимается в основном по-английскому я допустим сижу ну не сильно много но в основном получается супруга занимается вот поэтому задание каждый день приходят там есть специальная платформа соответственно приходит отправлять вроде бы пока не надо но делаем записываем в тетрадь все прочее там будет видно конечно я так думаю ну по крайней мере как пишут и учителя и ученики все конечно не против уже выйти вот но что делать что делать свои какие-то мнения рассуждения я думаю их и так полон интернет поэтому я думал даже записать может еще что-то но как-то как-то потом передумал знаете потому как вот она очень очень перегружена сейчас эта тема и поэтому я вот вам пока показывал как красиво как здесь хорошо в общем то вот ну надеюсь потом покажу более детально уже какие-то красивые места но пока пойдемте с вами домой еще отвечу вот на лоджии на один достаточно часто задаваемый вопрос по поводу цен на недвижимость но также пишите вопросы да задавайте он будет ссылка на чат в телеграме я там чаще отвечаю все прочее больше бываю поэтому какие-то может быть такие вопросы там задавать можете в телеграме сразу непосредственно напрямую ну а так пишите потому как сейчас дни такие один похож на другой поэтому задавайте в следующие какие-то прогулки я на них отвечу но сейчас пойдемте на лоджию дам я отвечу на вопрос тоже задаю очень часто задаваемый по ценам на недвижимость вот на лоджию с вами выйдем тут супруга навела порядок мой огород столик небольшой где чай кофе можно принимать вот ссылку на ее канал я тоже оставлю в описании но я часто оставляю в описании и ссылку на на наш чат играми но теперь по поводу недвижимость в настоящий момент в испании еще карантин и будет однозначно до 26 апреля потом могут продлить и еще на 15 дней поэтому то есть это вполне таки и скорее всего наиболее реальные цифры это неизвестно как потом настоящий момент будут почти от меня как я и сказал возможно но будем смотреть но суть в том что не работают сейчас сделки многие объявления сняты пока что некоторые кому кто видно хочет может быть там прям срочно найти покупателя еще что-то бывают иногда какие-то я вот смотрю даже неожиданно тому по было дорогое огромная скидка идет еще что-то но это в основном дорогие предложения то есть очень дорогие по сути дела в настоящий момент что я вижу нет фактически какого-то большого количества предложений ну вот на сайтах недвижимости ну и если есть то прежние то есть дело в том что сделки все равно как таковые не совершаются нотариусы не работают не знаю может где то есть какие-то конечно исключения но в целом сделки не идут ну и плюс многие уже да спрашивают вот что недвижимость еще не это уже вниз не скачет не еще что-то ну во первых естественно как бы это такой момент то есть все надо но кто его знает как будет но после мы это с вами увидим но в целом если меня как понимаю будет у нас эти понижение цен на недвижимость то оно как правило всегда идет с временным лагом то есть не так что сегодня объявили карантин завтра уже не знаю там квартиры по две штуки в руки раздают то есть то что раньше по цене за одну было все конечно недвижимость она не сразу реагирует не моментально условно говоря даже вот посмотрим как все закончится прогнозируют и соответственно это вы и можно предвидите экономический соответственно кризис мировой поэтому как она что она будет будем смотреть но я к тому говорю что еще рано то есть если вы в поиске недвижимости вот так вот смотри смотрите все прочее думаете где же эти кучи кучи предложений разных еще что-то все прочее да может кто-то и сейчас выложит но в целом это конечно временной лап присутствует и это будет ну по моему мнению попозже чуть попозже может как границы откроют том числе как начнут здесь работать еще что-то то есть может быть осенью может быть ближе к новому году то есть тут ну тут можно только гадать гадать я сильно не люблю давайте поживем увидим вот если что я сказал где можно спросить пишите вопросы вот какие есть на этот счет что забыл потому как не говорю много отвечаю там и на почту и в телеграме еще где-то то есть соответственно пишите вопросы если у вас какие есть желаю вам вот у кого карантин тоже его стойко перенести это время тоже может быть что-то попробовать вот видите тоже чуть-чуть поэкспериментировал вот теперь отращиваю ну какие-то может быть знания получить если есть на это время то есть курс какие-то закончить онлайн еще что-то поэтому поэтому не тратьте время даром проводить его с пользой главное не болейте всего вам хорошего и до новых встреч пока